Всем привет! Пришла моя доложданая посылка. Это квадрокоптер аналог Сумма Х5, который стоит в два раза дешевле. Ссылочку на продавца я оставлю под видео. Пришел он ко мне всего лишь за две недели. Брал я его с учетом кэшбэка и обошелся мне 24 доллара. Ну давайте теперь посмотрим, чем он отличается от Сумма Х5. Ну и так, комплект поставки аналогичный Сумма Х5. Это у нас 4 дополнительных пропеллера, USB зарядное устройство, отверточка и винты. Также идет 4 защитных кожуха. Идет в комплекте аккумулятор на 600 мА 1С, это 3,7 Вольта. Пульт управления аналогичный Сумма Х5. Также идет инструкция на китайском и на английском языке. Можно, хотя ее будет и перевести. Но если я переведу, я оставлю ссылочку под видео. Ну давайте по самому квадрокоптеру. Итак, ну как видите, он идентичен Сумма Х5. Имеется кнопочка включения-выключения. Имеется подсветка. Единственное отличие от Сумма Х5, это у нас идет защита на шестерне. На Сумма Х5 ее нету. Шестерня идет открытая, здесь есть защита. Здесь у нас отсек для батареи. Батарею я смотрел и читал форумы. Батарею сюда можно будет установить на 900 мА. Вот как видите, здесь есть еще место. Она немножко будет шире. И установить сюда немножко более мощную батарею. Ну так как я уже этот квадрокоптер испытал, скажу сразу, хватает примерно минут 7-10 именно этой батареи заряда. Значит, заряжал я, пробовал от этого зарядной. Это 2 часа точно будет заряжаться эта батарея от USB. Лучше использовать IMAX. IMAX ссылочку я тоже оставлю под видео. Тогда можно будет этот аккумулятор заряжать вдвое быстрее. Покупал я его без камеры, как видите. Скажу сразу, для того, чтобы им управлять, нужно сперва будет поучиться. Камера, данная камера, которая здесь идет в комплекте, которую тоже ссылочку я оставлю под видео и на камеру, и квадрокоптер такой же с камерой. Камера здесь идет на 0,3 мегапикселя, так что я думаю, с родной камерой можно его не покупать. Лучше купить камеру отдельно, получше, если вы хотите что-то снимать. Но сперва нужно будет научиться им управлять. Да, конечно, нужно будет его сперва отстроить именно с пультом. Это сейчас мы все наглядно сделаем. Посмотрите, как это делается. Ну и все, сейчас мы вставим батарейки и посмотрим, как он работает. Ну, не знаю, защиту вставить или нет. Нет, просто покажу, как он смотрится именно с защитой. Вот она вставляется вот сюда в отверстие. Сразу, конечно, вид у него становится более мощным, кажется. Вот, смотрите, как он смотрится. Вот, смотрите, моя рука. И какой размер квадрокоптера. Сразу он имеет и больший вид. Ну и так, сейчас ставим батареечки, запустим пульт и настроим его. Ну и так, коротко немножко о самом пульте. Вот, как вы видите, он аналогичный, сумма X5. Ну, практически аналогичный, немножко тут картинки, немножко другие. А так, в принципе, все одно и то же. Итак, после того, как вы вставили батарейки, здесь у нас 4 батарейки типа 2А. Можно поставить аккумуляторы. Ну и так, включаем его. Здесь у нас показывают заряд батареи, показывают газ, показывают рули. Право-влево, вверх-вниз, или как еще сказать. Так, здесь у нас идет кнопочка триммирования вправо-влево. Это для того, чтобы вертолет можно было отстроить. При взлете он должен у нас летать ровно, не уходить ни вправо, ни влево. Вот эти кнопочки у нас служат для триммирования самого вертолета. Значит, когда мы пробуем, газуем потихоньку, он начинает взлетать. Если он уходит в какую-то из сторон, мы сделаем триммирование, и он запоминает данную позицию. Все, мы вот этими кнопочками его отстроили. Все, можно начинать управлять самим квадрокоптером. Эта кнопочка у нас триммер по часовой, против часовой стрелки. кнопочка переключения скоростей, более мощной и пониженной мощности. Кнопочка 3D-разворот. Это чтобы в воздухе можно было вокруг оси развернуть квадрокоптер. Так, значит, а, и по кнопке фото, видео, значит, вверх у нас фото, вниз у нас видео. Ну и так, давайте сейчас вставим батарейку в сам квадрокоптер. Как видите, здесь еще место есть. Можно будет попробовать поставить батареечку помощнее чуть-чуть. Ну и так, мы видим мигание светодиодов, что означает, что нет связи. Когда быстро мигает, у нас не установлена связь. Ну и так, включаем мы пульт. Поворотом газа вверх-вниз мы его, ну, можно сказать, запускаем. Ну, видим, немножко начинает улетать в сторону. Ну и с помощью кнопочки триммирования мы пробуем его настроить. Вот видите? Так. Ну, так как в комнате это летать не так уж и безопасно, мы сейчас попробуем поуправлять им на улице. Вот видите? Продолжение следует...